Выбор Карачаева-Черкесии в качестве места проведения форума связан с тем, что именно у нас в республике успешно реализуется пилотный проект северокавказского туристического кластера по строительству крупного горнолыжного курорта Архиз. Кроме того, и сам гостинично-оздоровительный комплекс Adyuk Palace, куда со всего региона съехались участники конференции, представляет собой наглядный пример объекта туриндустрии мирового класса. ДИКУЮ ПРИРОДУ Пятизвездочному отелю, отдых к которому не каждому по карману. Поэтому для увеличения турпотока необходимо формирование курортной инфраструктуры на еще не освоенных туристических достопримечательностях. Перспектива все-таки вот за природой. У нас есть такие небольшие, будем говорить, районы, которые тоже нужно осваивать. То есть кислоисточники, Джилысу, северное подножие Эльбруса. Все это очень интересно для туристов. На мой взгляд, туда требуются серьезные капитальные вложения на уровне государства. То есть дорога в первую очередь. Будет дорога, будет вся остальная составляющая туристической инфраструктуры. И инвестор, пока у него не будет гарантии о том, что в данной точке будет проложена инфраструктура в свет дорога, он просто не пойдет. Открывая конференцию, главный редактор журнала «Эксперт Юг» Владимир Козлов зачитал приветственный адрес главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова и рассказал об основной цели проведения данного форума. Мы понимаем, что несмотря на столь масштабный замысел, на столь масштабный замах, пока что этот проект обсуждается в очень узком кругу. И мы посчитали, что нужно на каком-то этапе начать делать его предметом широкого обсуждения в экспертном и деловом сообществе. И здесь целый ряд взаимосвязанных вопросов, ответы на которые я буду просить сегодня, варианты ответов, на которые я буду просить сегодня отдать наших спикеров. Мы приготовили целый ряд выступлений, но в то же время я приглашаю в такую живую дискуссию, потому что это не отчетная конференция, а мы пришли обсудить реальные проблемы. Реальных проблем и актуальных вопросов, связанных с туристической отраслью на Северном Кавказе, в ходе живой дискуссии было поднято столько, что перерыв на кофебрейк был объявлен на два часа позже запланированного времени. Участники форума говорили о межрегиональном взаимодействии по решению ряда общих вопросов, о необходимости льготных условий кредитования для малого и среднего бизнеса в туристической сфере, о формировании положительного имиджа региона, об экологии и, самое главное, о привлечении крупных инвестиций. Деньги, как известно, любят тишину и стабильность, которых на Кавказе пока не хватает, по крайней мере в информационном поле. В то же время, особенность туриндустрии на Северном Кавказе заключается еще и в том, что любое негативное событие в каком-либо субъекте СКФО больно бьет и по туристическому потоку соседей. Инвестиционная привлекательность зависит в основном, первое, это от спокойствия в регионе. Инвесторы, они на самом деле приезжают, смотрят, в Карачао-Черкесии все спокойно абсолютно, люди отдыхают, то есть все точно так же, как и 20-30 лет назад. Некоторым фирмам, которые являются инвесторами, ну то есть там финансовые компании, к примеру, просто не работают с Кавказом. То есть тут у них там внутренняя такая установка с Северным Кавказом не работает. И пока у нас здесь не будет спокойствия, эти инвесторы к нам не придут. Помимо всего прочего, у нас все-таки туристическая отрасль развивается где-то стихийно, где-то закономерно. Допустим, проект Архиз – это вот яркий пример государственно-частного партнерства. Одним из участников проекта Архиз является госкорпорация «Курорты Северного Кавказа». Однако на данной конференции ее никто не представлял. Скорее всего, это связано с недавним громким делом о махинациях и последующей сменой руководства Открытого Акционерного Общества. У нас на самом деле был назначен человек, который должен был выступать здесь, но буквально два дня назад он был снят с должности от курортов Северного Кавказа. То есть это говорит о том, что там пока идет формирование какой-то новой команды и выработки новой стратегии развития госкорпорации. Известно, что в августе корпорация должна представить какую-то обновленную стратегию собственной деятельности. Видимо, на данный момент она еще не готова. Ну, видимо, мы должны пройти этот этап и дальше все нормализуется. Что же касается данного форума, то его организаторы выразили надежду на то, что он даст импульс развитию широкого диалога по теме развития тур-индустрии на Северном Кавказе в экспертном деловом сообществе. Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели. Руслан Альботов, Михаил Криво.